Сейчас Олег встанет, сейчас Олег еще на ящик залезет, подожди. А что, он может выше стоять. Вот я трес, у меня там руки не хватило тогда практически было. Извиняйте товарищи, ошибочка вышла. Обманул он меня. Дурилка картонная. Видишь, когда руку упрямляешь вверху, игра меняется, она вообще почти не трясется, идет там. Вот, что-то как-то непонятное было. Что-то он не хотел, ну вот там 40 штучек, здесь штучек 15. Опа, а редоктор становится. Он ловится, да, замерзает лунка? Да. Вроде плюсовая температура, а все равно. Ой, Олег начал дирижировать там. Научи эдак, это все рыбу выловит, все секреты. Мы начнем опускать сейчас. Раз, пусть лысина загорит. То весь черный, лысина белая. Скажут, парик вносил, наверное. Эта лунка не очень, так чтобы очень, но... Рассказывай что-нибудь, она запишет даже звук. Ну, что тут рассказать, я вам все рассказал уже. Что искать надо по уровням его. Бывает выше, бывает ниже, бывает со дна стоит он. Вот. И тряски, менять тряски. Медленную проводку, ну, почаще трясти. Тогда он это бывает, ну, стоит, а потом это... А когда ты быстро проводишь, трясешь. Даже этой быстрой тряской, это не то. Вот он. Вот он есть. Даже бывает так, что две проводки делают, ты знаешь, быстро, очень быстро. Чтобы он не успел схватить. Когда нет поклевок. А потом эта медленную проводочку. И тоже берет. Менять надо, подбирать проводки. Надо подбирать. Вот. И пробовать с наживкой. Бывает на мотыля только на одного. Бывает лучше, когда два-три мотылька всадишь. Садишь. Бывает, бутилоборот садишь. Опарыш, а сверху мотылек. Или, как говорят, только опарыши. Один, два. Пробовать надо. А то менять мормышки. Бывает, на одну мормышку не берет или плохо. Другую ставишь, и она раз пошла. Вот как тульские работают хорошо. Потом эти цветные работают хорошо. До 7 грамм. А 7 грамм это леска 0,11-0,10. Можно загнать на глубину до 8 метров. Она работает. Как говорится. 0,7 грамма. А, 0,7 грамма. 0,7 грамма. Что она легонькая и мелкая. И он только вдохнул, она уже по самой жабре влетела. Конечно, если он, когда валом берет, дуром, то можно и толстую леску, и хоть чуя, он будет храпать, когда праздник души называется. Когда у него жор. По первому липу, по последнему попадаешь. Там он на все. Ну, это на вторую я ставлю этого. Имитация мормуша муха. Оранжевого цвета. И он на нее хорошо берет тоже. Там подсаживать не надо. Ну, второй крючок это. Подвеска, как говорится. Вешаю прямо на леску. Делаю петлю. Вот и в этой петле он. Она более чувствительная. И в петле он гуляет, чтобы вдохнула. Она подлетела к нему. Ну, что вот. Что-то перестало. Аккуратно камеру не сдает. Заплатил. С него выдавил все до копейки. Ну, что, может луночка отдохнет и заработает. Может такое быть. Жарко. Хотя говорят, что окуня отпускать не надо. Иногда надо отдать отдохнуть ей маленько. Удочку починю. Как сегодня он клевал. И со дна, и с полутора метров, и с метра, и с полутора брал. Сейчас попробуем подняться повыше. Как сработает. Посмотрим. Так, а так не ложишь. Не ложишь? Не ложишь. А? С тобой? Да. Мы уже где-то к полутора метрам приближаемся. Ну, нет. Пока не хватит. Что, со дна сожжать? Маташ, тебе разу тебе покажешь, как он закрывается. А? Маташ, тебе разу тебе покажешь, как он закрывается. Ага. Даже закрыл один раз. Поняла? Прошло полгода на полгода. Ну, ты что там, браконьерничаешь опять? Ну, что, давай, кладом, пошли. У него глаза больше, чем он сам висит. Да я же тебя учил бы. Так надо было. Да. Повторение, мать, еще нет. Ну, так она, все это, наверное. Потом вот пошло. Можно дриблинку это у дна сделать. Такой. Что он иногда не выдерживает и хапает. А потом подъемчик пошли. Медленный подъем, но активная тряска. Уже он бывает не выдерживает. А когда? Что-то мне кажется, что у меня лысина льдом покрывается. Посмотрим потом. Надо что-то приодеть. Не поймешь. Шапки потеет. О! Олег втихаря уже что-то тащит. Пристроился, мать-то лаю. На быструю тряску. Ну, вот я тоже был. Подбирать надо. Сейчас вот я пойду быстрее. Трясу. Тряска такая активная. Ну, не медленно, а побыстрее пойду. Вот она. Вот она есть. Вот и все. Тоже активная тряска, но только подъем более быстрый. Вот он взял секретную Сашкину моху. Что там? Этот. Смотри. Тебе все расскажи, ты потом будешь рассказывать всем, на что ловится. Некому рассказывать. Ты найдешь, ты всем расскажешь. Что не берет? Подбивает и не берет. Вот мы ее сбоку долбим. Он может просто носом толкать. Опа! По зубам, однако. Почувствовал я его. Ну, чувство, говорится, количеству не пришьешь. Тоже вот такая игра и более быстрый подъем начинаешь. Он есть. Они же бывают, Саш, как вот встанут, скопятся, да, и смотрят на нее. Только одному стоит одного-второго выхватить и раздраконить, да, и все. И он пошел. Помнишь, как у тебя было тогда? Камеру ты опускал, глядел, не берет. Я подошел, тряску дал ему нормальную. Одного-второго ты сел и пошло. А до этого ловился этой лунки. И все, он встал, затихий. Убирать надо. Ну, а это, они говорят, вот там полная луна, худая луна, все. И на полную луну ловили, как говорится, это. Найдешь, где он стоит, наловишь, не найдешь, не наловишь. Другие, смотришь, было же такое, что эти, мало ли, что-то все. Другие едут, да, хорошо, взяли, все. Тут бегать надо. А бывает и день пробега еще, что-то с два. Ну, вот не нашел его и все. Может, что-то она не так, это, в смысле. Ну, она же дает какие-то волны или что-то в воде. И что-то не то, ей не нравится и все. Я смотрю, вот капельки хорошо работают. Раньше я уралочки мне нравились, но вот капельки, как бы, она это, хорошо отрабатывает. Так. Шапка высохла, можно перевернуть ее. Я рассказывал, как эти, как руки отогревать в мороз, Слесань. Подмышки готовы? Да, что подмышки, только не этот, не под свитер, между свитером, а вот именно между телом и рукой. Она аж горит рука, и она отогревается махом, если так вот, чтобы подморозили, она махом отогревается. Я так всегда руки отогреваю, что беру вот так вот раз и в эту сторону, если ворот растянут, а так по одной раз под саму это и все. Потом уходишь, она аж горячая. Махом, а так отморозишь. А яйца можно отморозить? А? А на яйца хочу. Не, ну яйца это это, это этот сказал, Высоцкий, фильм Высота, как они руки отогревают. А я посидел тогда, подумал, думаю, как пихать туда это. Все, думаю, дай-ка я подмышку, раз, и все. Что вот как-то было на Урале или где-то замело, солдат свои рукавицы отдал, отморозил руки себе, да? А если бы он знал вот эту хуйню, да, что можно запихать подмышку и отогреть одну руку, вторую это, он остался бы с руками. И также тоже где-то кого-то прихватило на трассе. То же самое. А нигде вот об этом никто ничего не говорит, мозгов дальше нет. Вот, блядь, посмотрели фильм, а дальше включить мозги и подумать, а как это можно воплотить более так реально. Они все пихают подмышки свитера вот так, да? А что толку-то? Она не отогревается, это очень долго надо. А тут она буквально несколько минут и она все уже у тебя, нормальная рука стала. Так ты чувствуешь, тело у тебя все равно как духовка, когда руку засунешь туда. Ну а ноги что сейчас, сейчас такие эти, вот эти вот спиннинный полиуретан сапоги, что в них и не замерзает. Просто прохладно становится бывает, вот проходил маленечко и все там. Сапоги, конечно, это прорезло все. А? Сапоги вот эти целого все прорезло. Это хороший, да, я потому что рыбачил и вон так рыбачил все. Хрень это все, и вон так ноги только так мерзнут. Только так замерзают. И потом вон ты, они это, они влаги напитываются. Чтобы просушить, это хорошо я придумал, раньше фены были женские эти, с гофрированным шлангом таким. Вот. И я туда и вставляю полчаса и он сухой. Во втором пока телеза смотрю или что. Вот. И не надо никуда ставить, ни на печке, ничего. Вот он выдувает. Так воздух ставлю не самый горячий. Там два, три положения. Первое просто воздух, второе теплый, а третье уже горячеватый. Вот и вот я на средний оставил, чтобы не сильно так это, нагревать. Хотя он и так бы высушил, потому что там же для волоса не сжигается же. Ну вот, постучали, побренчали и пошли. Интенсивная трясочка, более быстрый подъем. Кто хочет узнать скорость подъема, пусть считает. Там раз, два, три, четыре. И вот смотрите, что на уровне до скольки досчитает, что я поднимаю. Ну и как я говорил раньше, что тряска меняется с поворотом хлыстика, тряска меняется. Так один, так второй, так третий тряска. И три тряски в одном, на какую-то он может взять. Коля, что, звезда экрана будет? Надо же опыт передавать. Некоторые же вообще рыбачить только начинают. Надо передавать опыт, чтобы знали, как, что там. А то придешь иногда, смотришь, как они трясут, что у них там настроено, что это. Вот уже вторая, сейчас третья тряска уже пошла. Потому что, когда ты вниз кивок держишь, да, тряска более интенсивная, там мормышка ходит. Кивок, когда начинается этот хлыстик выпрямляться, уже помедленнее. А когда кверху кивок, она вообще там еле-еле трясется. Вот так вот она идет, более агрессивная тряска. Опа! Прикосновение было, однако. Слабенькое, но было. А что, когда-то меня учили. Где-то я подойду, молча смотрю, как человек трясет, какой кивок, какой чурок. Без спросов даже. Если башка есть у тебя, ты сообразишь, почему и чего как. Можешь леску спросить, какая мормышка, ну леску спросить, какая толщина. Посмотреть, как играет человек, который ловит. Вот она, третья трясочка пошла. Сейчас попробую повыше попробовать прогнать. Все-таки на халяву. Что-то он хуже. У тебя как, Саня, берет? Так, веселеет. Дает мормышку меня это. Что-то как-то это, послабже, да, стал? Да. Он может и стоять, и не брать. Ну вот я его и пытаюсь мормышку обвозить. Что бывает, сейчас вот кивок перевернул, посмотрю, как будет. Игра другая, более резкая получается, когда переворачиваешь. Ну что, подвесочка работает со твоей. А? Под этот, под мотыль. Что? Ну я в кемеру вот. А он к никому ему делал. Говорит, по белой рыбе вообще это. Да будет она работать черная, как червяк. Как мормыша вяжешь, если да. Вот что и зеленый работает, но оранжевый по окуну вообще изумительно. А что, камера твоя сейчас будет густоту снимать. О, хуя. А? Нельзя поймал. Продолжение следует. Работает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова